здравствуйте мои дорогие любители вязания смотрите какой красивый узор необычный узор оригинальный узор и жгутов я вам приготовила и предлагаю вам его связать я не буду полностью вязать раппорт высоту этого узора давайте провяжем хотя бы 10 рядов раппорт узора состоит из 12 петель плюс 16 петель для симметрии узора набираем на спицы 30 петель вместе с кромочными и вяжем первый ряд о том что мы снимаем кромочную и в конце провязываем кромочную изнаночной я говорить не буду каждый раз провязываем 2 лицевых 1 изнаночную 3 лицевых дальше нам нужно вспомогательную спицу 2 петли оставить на вспомогательной спице за работой провязать 2 петли лицевыми и провязать петли со вспомогательной спице это уже лицевыми мы делаем так 4 петли мы переносим с левой спицы на правую не провязываю оставляем 200 петли как бы оставляем за работой левую спицу вводим первые 2 петли вытаскиваем правую спицу из всех петель и тут же одеваем на оставшиеся 2 и меняем вот так местами теперь все петли мы провязываем лицевыми вот так мы провязали жгутик без помощи вспомогательных спиц дальше мы провязываем 2 лицевых провязываем изнаночную лицевую изнаночную 3 лицевых и снова вяжем шкутик из 4 петель оставляем две петли оставить за работой вот так вот так и провязываем все петли лицевыми но первый ряд немножко трудновато это делать можно в первом ряду и вспомогательной спицей воспользоваться далее 2 лицевых 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и 1 лицевая то мы провязали первый ряд во втором ряду петли тоже вяжутся по схеме но это совсем не сложно слава богу что в изнаночных рядах у нас нету жгутов как вяжем 2 изнаночных лицевая изнаночная лицевая 7 изнаночных этого провязались петли для симметрии теперь вяжем раппорт 2 изнаночных лицевая изнаночная лицевая 9 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная вяжем третий ряд 4 лицевых 4 петли нужно перекрестить на правую оставим 2 петли на вспомогательной спицы за работой вот так меняем их местами и провязываем ли лицевые петли также как мы делали в первом ряду дальше вяжем 2 лицевых 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 3 лицевых снова перекрещиваем 4 петли правую правую сторону 2 оставляем за работой меняем местами петли и провязываем все петли лицевыми провязываем дальше 2 лицевых 1 изнаночная лицевая изнаночная и 3 лицевых конце ряда 4 изнаночный ряд вяжем вяжем 4 изнаночных лицевая изнаночная лицевая вяжем 9 изнаночных лицевая изнаночная лицевая вяжем 9 изнаночных все изнаночные петли до конца ряда вяжем пятый ряд 2 лицевых 4 петли перекрещиваем в правую сторону оставляем 2 петли сейчас немножко две петли оставляем за работой провязываем меняем местами петли и провязывая все петли лицевыми петлями далее вяжем 2 лицевых изнаночная лицевая изнаночная 3 лицевых снова перекрещиваем петли 2 петли оставляем за работой и 2 петли провязываем переносим и провязывая все петли лицевыми далее вяжем 2 лицевых изнаночная лицевая изнаночная и 5 лицевых вяжем 6 изнаночный ряд провязываем 6 изнаночных провязываем одну лицевую далее вяжем 11 изнаночных далее вяжем одну лицевую и 9 изнаночных вот у нас жгутики мы бы мы провязали вот шесть рядов и жгутики у нас идут в правую сторону все время мы их смещали в правую сторону сейчас в седьмом ряду нам нужно провязать так чтобы жгутики после седьмого ряда пошли уже в левую сторону вяжем одну лицевую нам нужно 3 петли перекрестить вправо мы оставляем одну петлю за работой а 2 петельки переносим и провязываем все петли лицевыми далее 4 петли нам нужно перекрестить уже в левую сторону мы 2 петли оставляем перед работой вот так вот 2 петли подхватываем переносим у нас получилось 2 петли перед работой и все петли провязываем лицевыми далее вяжем 4 лицевых далее 4 петли переносим в правую сторону две петли оставляем за работой и и 2 переносим меня местами провязываем все петли лицевыми так и 4 петли нам нужно перекрестить в левую сторону оставляем 2 петли перед работой меняем местами и провязываем все петли лицевыми далее вяжем 4 лицевых и 4 петли нам нужно перекрестить в правую сторону оставляем 2 петли за работой провязываем все петли лицевыми в восьмом ряду мы вяжем все изнаночные петли вот что у нас получается мы провязали 8 рядов я думаю что смысла продолжать урок уже нету принципе все уже должно быть понятно мы вязали жгутики в правую сторону сейчас они у нас после седьмого и восьмого ряда пойдут уже вязаться в левую сторону и я продолжая рапорт у нас так или получаться жгутики идут сначала в правую сторону в левую сторону в правую в левую и и так далее получается вот такая вот красоте здесь у меня ниточки потолще смотрится тоже хорошо если что-то непонятно задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу с удовольствием помогу начинающим я думаю что достаточно принцип вязания уже понятен середине жгутиков у нас вот идут вот так вот такой два ряда узора бриз тоже на наклонены по диагонали ставьте лайк если вам понравился урок пишите комментарии подписывайтесь на канал я желаю вам успеха и ровных петелек